Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня мой собеседник, заместитель начальника отдела госавтоинспекции УМВД России по Тверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, приветствую вас! Здравствуйте! Июль начался с чрезвычайно, скажем так, жаркой погоды. Насколько состояние атмосферы влияет на безопасность дорожного движения? Ну, естественно, мы все с вами люди, так же, как и водители, да, и поэтому жаркая погода, я бы сказал, аномально жаркая, да, она оказывает то же самое воздействие на водителей. То есть люди быстрее утомляются, притупляются вниманием. Я бы сказал, что в целом, в принципе, у нас летом всегда происходит всплеск аварийности, мы в одной из наших уже программ об этом говорили, да, и этот год, он тоже не исключение. Причем ситуация такая двоякая, я бы сказал, потому что у нас количество погибших сокращается ежегодно, а общее количество ДТП практически либо на уровне, либо чуть больше, до 5-10%. То есть, ну, все-таки довольно высокое количество ДТП, и особенно в летний период. Это погода или увеличение транспорта, больше людей на дорогах? Я думаю, это все в комплексе, и увеличение транспорта, и привлекательность нашего региона туристическая, и погода. В этой связи просто немножко отойдем от темы нашей программы, что хочется посоветовать водителям, раз уж такая жаркая погода, да, то нужно, понятно, что какие способы борьбы с этим, да. То есть, надо просто чаще отдыхать, да, и если мы речь идет о дальней поездке, а если речь идет о поездках в городе или в небольших перегонах, то однозначно надо избежать отвлечения внимания, то есть не использовать гаджеты, потому что внимание так притупляется. Ну, собственно, вот эти простые советы. Ну, я надеюсь, прислушиваться к вашим советам. Давайте мы сейчас все-таки вернемся к аварийности. Статистика первого месяца, возможно, лета, если она есть. Смотрите, у нас с начала года всего произошло 628 ДТП, в которых 57 человек погибли, и 799 человек получили ранения. Летом у нас, в принципе, ситуация была довольно ровная. В мае и в июне. В июле сейчас ухудшилось в плане погибших. Ну, опять мы вот эти все причины, которые изначально мы указали, и тут на это еще наложились новые у нас участники движения. Как новые сезонные участники, это мотоциклисты, да, они тоже, к сожалению, уровень летальности в таких ДТП очень высокий. То есть и все вот это в комплексе, собственно, мы получили такую не совсем лицеприятную картину, но, тем не менее, все-таки ситуация контролируемая. То есть, как бы мы понимаем, что с этим делать. Мотоциклисты, мы говорили отдельно, да, об этих участниках дорожного движения. Нарушение с их стороны, или же кто-то виноват второе лицо? Ну да, действительно, он хотел на этом оговориться. У нас почему-то такое бытует мнение у граждан, что если ДТП с мотоциклистом, значит, всегда виноват мотоциклист. Это не всегда так. Давайте объективно, то есть, конечно, бывает и вина мотоциклиста, да, но я бы, наверное, сейчас вот разложить, что это примерно 60 на 40, да, 60% это другие водители, 40% это мотоциклисты. Причем, если разложить по рискам, да, которые могут быть, это ясно, что если за городом происходит, то это чаще всего опрокидывание происходит мотоцикли, ну, падение. Если просто говоря, тут, конечно же, вина мотоциклиста, потому что, а, скорость движения неправильно выбрал, б, скорее всего, не использует защитную экипировку. Если говорить о населенных пунктах, да, то, наоборот, здесь, наверное, ситуация будет обратной. То есть, очень часто стали иметь место случаи непредоставления преимущества мотоциклистам со стороны других водителей. Здесь, как, надо же самим мотоциклистам тоже понимать, что мотоцикл, такое средство, оно, во-первых, из-за своих габаритов не всегда может быть своевременно замечено, но это, конечно, не оправдание, но, тем не менее, надо самому понимать этот риск, да. И второе, скорость у мотоцикла гораздо выше, чем... То есть, не скорость, а динамика быстрее набирает скорость мотоцикла, то есть, и поэтому тоже, опять же, ситуация меняется быстрее. Ну, такие причины. Что касается, чтобы далеко не отходить, все равно нужно возвращаться к этой теме, так называемые средства индивидуальной мобильности, мы в каждой программе говорим про них. К сожалению, видим, что электросамокатов стало очень много на дорогах, и по двое, и опять не спешиваются на пешеходных переходах. Как быть, как ведется контроль? И что вообще предпринимать в этой ситуации? Ну да, количество возросло в разы, и мы видим, да, действительно, все вот эти вот нарушения, которые вы сказали, они присутствуют. Но дело в том, что только силами госавтоинспекции вот эту проблему не решить. То есть, здесь нужно взаимодействие с владельцами шерингов, ну, потому что мы же понимаем, что это в основном прокатные, да. Тут надо же использовать какие-то технические моменты, то есть, есть такая техническая возможность, например, ограничение скорости. Ну, как говорят, сейчас можно якобы определить, что двое едут на этом самокате. Еще один, наверное, я бы, наверное, не использованный ресурс, это вот граждане очень много жалуются, что едут быстро по тротуарам, на самокате. Ну, я понимаю, что скорость высокая, не всегда есть возможность это заснять на средство видео или фотофиксации. Ну, если чуть-чуть забежать вперед, мы видим, если едет человек на самокате и далеко от вас, можно заранее включить камеру и снять. На самокатах, на всех на заднем крыле есть номер. И дальше уже по этому номеру можно определить, кто был пользователем, и там вплоть до блокировки аккаунта со стороны владельца. Ну, то есть, какие-то рычаги воздействуют. Ну, надо новые, во-первых, они есть, во-вторых, надо вырабатывать все-таки новые рычаги, потому что рынок растет. Ну, да, да, это уже зависит от законодателей. Тема нашего сегодняшнего эфира определена как профилактика так называемого пьяного вождения, потому что это одна из основных причин, да, как мы часто из года в год говорим об этом, часто смертельных аварий. Есть статистика какая-то по пьянству за рулем? Ну, давайте сейчас немножко широко так расскажу про это. Я вот взял статистику за последние пять лет по пьяной аварийности, и она имеет такую характерную особенность. Вот количество ДТП, общее количество ДТП с участием пьяных водителей, процент в общем числе ДТП, где-то от 11 до 14 процентов, не больше, ежегодно это так. А количество погибших в таких ДТП, оно колеблется от 25 и дано за 30 процентов даже. Ну, то есть почти практически третья часть всех ДТП. О чём это говорит? Что высокий уровень летальности в результате таких ДТП. И они вот эти вот причины, они соревнуются с выездом на полустоеточное движение, ежегодно, либо из-за выезда на полустоеточное движение максимальное количество погибших, либо по вине пьяных водителей. Причём это же состояние алкогольного опьянения, это не причина непосредственно, это сопутствующая причина, да, потому что, ну, причина всё равно была другая. То есть либо скорость, либо дистанция, либо боковой интервал. Вот. Но вот этот сопутствующий причин, из-за того, что человек был в таком состоянии, да, он поэтому позволил себе вести автомобиль неадекватно. Собственно, и уровень летальности из-за этого такой высокий. У нас, ну вот вы по статистике сказали за последнее время, если возвращаться к летнему периоду, возрастает, как правило, число выявленных нетрезвых водителей именно летом? Может быть, за счёт загородной жизни, увеселения и прочего? Ну, смотрите, сейчас у нас ситуация не такая и печальная. Вот если на сегодняшний день говорить, да, у нас с начала года всего 53 ДТП с пьяными водителями, в которых 8 человек погибли, и 68 получили ранение. Это на 1 июля. То есть, ну, мы видим, что это процент, если ДТП, это всего там около 8% от учёного количества ДТП, и процент погибших тоже не сильно большой. Но, если взять, например, статистику прошлого года, то у нас получилась такая парадоксальная ситуация. У нас вот по вине пьяных водителей за полгода, за первое, то есть это с 1 января по 1 июля 2023 года, совершено было 59 ДТП с пьяными водителями, в которых 8 человек погибли. При этом за июль, за 1 месяц 2023 года, у нас произошло 25 таких ДТП, в которых 13 человек погибли. Львиная доля. Так это даже не дыри, это в 2 раза больше, чем за полгода, за 1 месяц. То есть, ну, мы говорим, ну, здесь можно понимать, что всё-таки летние месяцы, они потенциально опасны в этом плане. Почему у нас в этом году пока ситуация довольно стабильная? Потому что всё-таки есть большая профилактика. У нас еженедельно выявляется порядка 100 водителей в состоянии опьянения. Еженедельно по всей области? Ну, например, за прошлую неделю было 87 таких водителей. Ну, там плюс-минус бывает до 100 и до 110. Причём десятая часть из этих вот 100 человек, это которые совершили это нарушение повторно. То есть, когда уголовное ответственность, да, и 64-я статья. Это вот так хочется сказать народное. Помните, горбатого могилы исправить. Сколько не лишая прав, всё равно человек, если совершил это, то велика вероятность, что он снова сядет за руль. Ну, есть, конечно же, да, там. Нет, есть процент людей, которые, в принципе, на закон вообще не сильно смотрят. Ну, он минимален, да, скажем так. Ну, если так вот всё прикинуть, то, ну, почему-то у людей в голове такая создалась, создался стереотип, что меня больше не поймают. Но это совсем не так, потому что у нас тоже есть определённый инструментарий. То есть у нас же сейчас, как все знают, у нас сеть камер расположена на территории региона, особенно на выездах магистральных, на важных дорогах. То есть, и даже если не все эти камеры фиксируют нарушения, то все эти камеры фиксируют прохождение транспорта. А те люди, которые были лишены права управления, они, ну, эти машины известны. То есть, поэтому, ну, не нужно играть с огнём. И моменты там, что там какие-то пытаются там играть с перерегистрацией транспорта, это тоже не всегда работает. Павел Анатольевич, разговаривая в первой части программы о нетрезвых, так называемых, пьяных ДТП, мы говорили о статистике таких происшествий. А если говорить о том, кто всё-таки чаще садится за роль в нетрезвом состоянии, в опьянении, наверное, в любом опьянении, мы здесь сейчас говорим об алкогольном и наркотическом, это ведь тоже часто встречается, да? Бывают ли, встречаются ли женщины среди них? Это молодёжь или это уже люди зрелого возраста? Да, раз уж мы говорились, про наркотические опьянения тоже хотелось бы, конечно, тему затронуть, потому что имеют место такие факты, когда люди, которые регулярно употребляют наркотики, да, наркозависимые, они для того, чтобы не вставать на какие-то определённые учёты, они маскируют наркотическое опьянение алкогольным. Вплоть доходит до того, что когда его инспектор останавливает, да, он на глазах у инспектора может выпить алкогольный напиток, да, и считает, что, наверное, вот это усыпит бдительность, и дальше экспертиза проводиться не будет. Конечно же, всё не так, то есть всех этих людей знают в основном, да, во-вторых, экспертиза проводится в наркодиспансерах с взятием биологических жидкостей, и наркотики, естественно, определяются. То есть это первый момент, что касаемо опьянения, в том числе и наркотического. Что касаемо опьянения вообще, не надо таких питать иллюзий, что, ну, есть несколько степеней опьянения, да, там, вплоть до алкогольной комы, в которой ясно, что уже за руль никто не сядет. Но даже вот первая степень опьянения, когда наступает такая небольшая эйфория, расслабленность, она тоже приводит к печальным последствиям, и, быть может, даже вот в основном вот в такой степени люди-то и попадают в ДТП. Потому что, ну, когда уже в следующей степени опьянения, не все там уже в состоянии, в принципе, садиться за руль, или в крайнем случае их остановят близкие родственники. А когда вот эта вот первоначальная эйфория, да, вот эта вот, не всё можно, бравада, вот это, собственно, и приводит к нехорошим последствиям. Хотя, вы знаете, я вспоминаю, выезжала, когда много раз на ДТП, когда человек вот именно, наверное, на второй стадии, вот, про которую вы говорили, что он идти не может, но за руль держаться может, возможно, руль держит его. Это сколько раз останавливали, когда выезжали в дальние даже дорогу, в путешествии многокилометровые, если бы сотрудники госавтоинспекции не остановили, это было бы столько бед. Ну да, да, совершенно верно. То есть, ну, это уровень правосознания самих людей. А если говорить о, ну, таком условном портрете, да, такого водителя, да, раз уж мы начали с гендерной принадлежности, да, то женщины всё же, конечно, реже управляют состоянием опьянения, либо, может быть, они не выявляют какие-то причины, потому что, ну, если так вот в процентном отношении около 85% это мужчины, остальное, значит, получается, это женщины. А профессиональную принадлежность определить не всегда возможно, потому что мы же понимаем, что люди, когда заформляют материал, ну, в основном все пишут, что не работают, указывают, что не работают. Ну, это, в принципе, ни на что не влияет, и человеку не... Ну, тем не менее, принадлежность определительно не сильно всегда получается. Но я тоже вот это мониторил. Из того, что смог найти род занятий, вот просто я считаю, что это недопустимо вообще, было где-то порядка в прошлом году 5-7 человек, те, кто профессиональные водители. Да что вы? То есть это их хлеб, это их хлеб, это работа, да. При этом они, ну, сели за руль в таком состоянии. Ведь если отберут машину, на семье будет не на что жить. Не то, что машину, водительскую устранение лишают. Да, 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 да. Решают право управления. Ну, вообще непонятно вот эта вот ситуация. Вот. А что касаемо возраста? Ну, вот все думают, что в основном мы молодое поколение, они как-то подвержены этому всему, потому что еще в голове ничего нет. Как раз все не совсем так. То есть если развить вот на такие определенные возрастные категории, например, от 18 до 25, от 25 до 35, от 35 до 45, от 45 до 55, то мы видим, что вот эта категория, которая от 18 до 25, она, ну, выявляются факты управления на состоянии опьянения, наверное, в 2-3 раза реже, чем те, которые от 25 до 35 и старше. Может быть, уже срабатывает пропаганда здорового образа жизни, что сейчас модно стало у молодежи. Хочется верить, хочется верить, и это, наверное, неплохо. Реже всего привлекаются люди, которые старше 55 лет. Реже. Реже всего, да. Основная вот такая-то все-таки получается 30-45, вот этот вот такой вот возрастной промежуток. Ну, собственно, все, что можно вот о портрете сказать. А причины выясняются почему? Где-то застолье или просто жизненная ситуация, или просто привычка, или потому что пятница? Ну, это невозможно, да, выяснить. Я чаще все-таки все-таки все равно, правильно вы сказали, привязана к выходным. Пятница, суббота, то есть максимальное количество и ДТП, и выявления вот этих людей все-таки в выходные дни, потому что, ну, понятно, сейчас сумасшедший, сумасшедший ритм жизни, и, к сожалению, некоторые люди расслабляются только именно так. Причем, ну, очень много таких фактов, они вот именно за городом происходят. Тоже понятно, почему, потому что все уезжают за город, все же хотят комфорта, никто не хочет пешком с этим, с рюкзаком идти, все хотят доехать на автомобиль, так же на автомобиль и вернуться. А, кстати, если говорить о пятницах, то в основном операции контроля трезвости тоже приходится на этот день недели. Да, естественно, ну, потому что все логично, то есть раз в это время выявляется, значит, в это время надо этих людей и изымать из процесса движения. Ну, либо это праздничные дни, там, когда длинные праздники. Причем, ну, эти операции проводятся сейчас у нас, ну, в таком формате, во-первых, я уже говорил про технические средства, да, что мы определяем, во-вторых, это все-таки такие, это массовая проверка водителей, и в тех местах, где, ну, уже, грубо говоря, либо односторонняя дорога, уже некуда развернуться, либо, ну, таким образом, сотрудники расставляются, что, ну, люди попадают в сеть, да, то есть никуда не денется, если. Человек, который в нормальном состоянии, он ничего страшного, если его остановят на одну-две минуты, и люди адекватно это понимают. Но есть такие люди, которые находятся в нормальном состоянии, то есть в трезвом состоянии, у них все документы есть, но они начинают выяснять какие-то причины остановки, там, и так далее, там, подумают, ну, зачем это делать, все же делают свою работу, и, по сути, мы спасаем жизни людей и здоровье людей. Да, здесь, наверное, Павел Анатольевич, давайте еще раз скажем, о полномочиях, что делать инспектор ДПС имеет право? У нас есть федеральный закон о полиции, в котором прописаны права полиции, там их очень много, в том числе и останавливать и проверять транспортные средства. Все, в принципе, дальше можно даже ничего не продолжать. Одновременно, ну, естественно, мы уже говорим, что эти мероприятия проводятся наши внутренние, то есть все в рамках этого, все происходит в рамках действующего законодательства. Медицинское освидетельствование, это происходит, может происходить как на месте, так и в клинике, или уже на месте такого нет? Нет, естественно, алкотестеры используются, сотрудниками там продуваются, что называется, да, простым языком. Но в то же время, если говорить о наркотическом опьянении, то, естественно, это все происходит в клинике. И более того, после каждого ДТП, где есть пострадавший или погибший, каждый из участников тоже свидетельствует о состоянии опьянения. У инспектора ДПС, я знаю, с опытом, так сказать, видит как рентген. То есть внешне уже можно определить, находится ли тот или иной водитель в состоянии именно наркотического опьянения. Существуют признаки? Ну, естественно, есть тактика выявления водителей как в наркотическом опьянении, так и в алкогольном. То есть если говорить об алкогольном опьянении, то опыт выявления таких водителей, он, ну, гораздо больше, да, по времени. Поэтому, ну, их легче сотруднику этому научиться. Да, а что касаемо наркотического опьянения, то это, ну, правда, прям подготовленные сотрудники, но у них вот, они вот как рентген, как вы сказали, могут посмотреть и посмотреть туда, куда нужно, скажем. Да, я часто выезжая в рейды с инспекторами ДПС спрашивала, а как вы видите, вот вроде бы идёт машина, до неё ещё довольно-таки далеко, ну, а вы вот как-то намётанный глаз, что видите, что там, возможно, находится нетрезвый. Они мне даже говорили, даже когда вот мы едем, да, машина ДПС идёт за другой машиной, мы видим, какова скорость этой машины, мы видим какую-то такую искусственную осторожность в чём-то. Это уже, значит, даёт намёк. Ну, это всё одним словом называется профессионализм, да. Помимо всего прочего, что опыта, да, и вот этого, что называется, интуиции, занятия же проводятся, и наркоконтроль к нам приходит, и оперативная информация поступает, и врачи, и наркологи выступают, и всё это рассказывается. То есть, это не сильно много таких признаков, которые, ну, прям скрыты внутри, они все наружи. Поэтому это всё видно. Контроль трезвости проводится на дорогах различного значения и в различных районах, да, Тверской области. Это не обязательно Тверь и Калининский район. Ну, конечно же, оно, во-первых, если проводится, прямо если мы говорим о контроле трезвости, то это региональная операция, то есть она проходит во всех районах, и привлекается максимальное количество сил и средств, то есть, ну, что называется, что и штабные сотрудники, плюс сотрудники других служб, то есть для того, чтобы увеличить плотность нарядов. Если, например, ну, взять какой-нибудь район, да, не сильно большой, там, если в сутки у них несёт служба один наряд, то во время контроля трезвости количество нарядов возрастает до трёх. Ну, то есть это полностью меняет ситуацию. То есть если взять, например, большой куст, там, Беженск, Максальтиха, и что там ещё у нас, ну, тот хоть, рамешки, да, то в каждом районе будет по одному или по два патруля, то есть поэтому охватывается полностью вся область. А, кстати, по статистике, всё-таки больший прирост пьяного вождения даёт областной центр, либо районные города и посёлки? Смотрите, выявляется всё-таки больше в городе, ну, потому что есть как... Больше есть возможность заблокировать какой-то отдельный район, ну, когда чём можно говорить, да, об организации мероприятий. В районе такой не всегда есть возможность, потому что, ну, большие площади, большая сеть дорог всё-таки, ну, там выявляются, но всё-таки меньше. Ну, и личного состава там меньше. А привлекается кто-либо, если раньше, например, тот же ОМОН, сотрудники Росгвардии для усиления эффективности? В основном для этого привлекаются участковые, либо сотрудники уголовного розыска, потому что, ну, по определённым причинам другие задачи у тех служб, которые перечислили. Хочется сказать, что ещё, знаете, что вермозрение людей меняется. Очень, вот у нас такой есть русский менталитет, что, ну, нельзя, что называется, стучать, да, говорить про человек, что тот нарушает. Сейчас немножко всё поменялось. То есть мало того, что граждане сами звонят по поводу управления состоянием опьянения, плюс очень налажен уже довольно тесный контакт с владельцами придорожных сервисов. Ну, то есть заправки, кафе и так далее, с владельцами и сотрудниками. Надо же. Они, ну, во-первых, если это находится сервис где-то в локальном районе, да, то они всех своих уже знают. И плюс, если кто-то приехал чужой и ведёт себя не так, как нужно, они сразу же поступают на информацию. То есть есть прямая связь с сотрудниками госавтоинспекции. Давайте теперь поговорим о наказании. Ещё раз скажем, чем рискует человек, когда садится за руль нетрезвым. Мы уже молчим, что он может отобрать чужую жизнь. По закону. Управление в саде неадминистративной ответственности, оно предусматривает лишение от полутора до двух лет плюс штраф 30 тысяч рублей. По поводу лишения права управления, это понятно. По поводу штрафа, много ли это или мало? Ну, всё-таки, наверное, 30 тысяч рублей из семьи куда-то ушло. Ну, из-за какой-то блажа, да, человека ежеминутно. Ну, это, наверное, неправильно. А если говорить о повторном управлении, то это уголовная ответственность. Это вообще, ну, я считаю, что недопустимо, потому что если это в молодом возрасте, то потом, возможно, на нормальную работу никому не устроиться. Если в пожилом, ну, это вообще глупо, наверное. По-вашему, достаточно всё-таки, ну, проблемы существуют, а будут ли приниматься вновь какие-то более суровые законы действия? И нужны ли они сейчас? Знаете, вот давно уже муссируется вот этот вопрос изъятия транспортного средства конфискации. Я считаю, что это очень действенная мера, очень действенная мера. Ну, здесь очень много подводных камней, много но, да. Ну, мы понимаем, что там собственники могут быть разные и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, если вот эту докрутить историю, то я думаю, что у нас в разы уменьшится количество пьяных на дорогах. Ну, возможно, как вот мы говорим, как работают приставы, стоит только одному неплательщику элементов понять, что у него отберут дорогостоящую машину, сразу же выплачиваются деньги, которые он задолжал. Возможно, здесь тоже что-то пойдёт. Давайте ещё напомним телефоны, куда можно звонить людям, если вдруг они увидели пьяного водителя, потому что это, ну, на самом деле это тревога. Самый простой выход – это 102-112, да, это все знают эти номера телефонов. Там уже надо просто знать, сообщить полную информацию места, номер автомобиля и направление движения. Если есть у людей информация о конкретных подразделениях на территориях, ну, в районах, то это тоже неплохо, тоже может напрямую звонить. У кого-то, может быть, даже есть мобильный телефон, сотрудникам госавтоинспекции. Это ещё более быстрый способ. Ну, обратимся ещё раз к родственникам, да, если вы видите, что человек собирается садиться за руль, ни в коем случае нельзя этого допускать в нетрезвом состоянии. Ну, я, наверное, скажу, ведь мы должны понимать, к чему всё это приводит. К тому, что человек либо погиб в результате ДТП, либо получил ранение серьёзное. У нас в жизни же можно всё исправить, кроме потери здоровья и жизни. То есть, наверное, у родственников надо в этом ключе думать о своих близких. И давайте ещё, как программа подходит к концу, наверное, общие советы и рекомендации на самый, наверное, жаркий летний месяц для всех участников дорожного движения. Общие рекомендации. Давайте, наверное, во-первых, надо потерпеть, жара всё равно у нас падёт. Во-вторых, те рекомендации, которые я дал в начале программы, я, давайте, повторюсь, это избежать длинных перегонов и избежать фактов отвлечения от управления. Второе, надо помнить о самом даже автомобиле. Понятно, что вот эта жара, это экстремально и для самого автомобиля, поэтому высокие скорости не нужны, и нагрузки на машины тоже не нужны, если это тоже как-то повлияет, наверное, на людей. Рекомендации родителям, детские каникулы продолжаются, дети часто предоставлены сами себе. Ну вот да, это, наверное, может быть, будет темой отдельной программы, но всё же вот летом понятно, что растёт количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей, то есть велосипедистов, мотоциклистов. Причём сейчас очень стало много использоваться вот этих мотоциклов, так называемых пидбайков, это спортный инвентарь, вызывать недоумение позиции у родителей, да, то есть потому что, ну, они же однозначно дают ребёнку в руки средство, источник повышенной опасности мотоцикла. И ребёнок в определённом возрасте, он не всегда может владеть им идеально, да, да, и это и не запрещено законом для начала, да, с 16 лет может только ползать водительское удострение на категорию А. И поэтому, ну, все думают, что это может случиться с кем угодно, только не со мной, то есть надо пропустить эту проблему через себя, да, посмотреть по сторонам, может, в интернет заглянуть, что происходит. И тогда, наверное, ситуация, мировоззрение ваше и поменяется. Спасибо вам огромное за советы, надеюсь, что к ним прислушаются. Напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня у нас в гостях был заместитель начальника отдела госавтоинспекции УМВД России Подтверской области Павел Анатольевич Власов. Спасибо, всего доброго, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До свидания. Продолжение следует...